Праздничным концертом Дагуфпилское общество слепых отпраздновало 60-летие своего существования. Оно на 32 года моложе Латвийского общества слепых, где состоит как территориальная организация. Была группа энтузиастов, группа людей, которая посчитала, что в 1958 году посчитала, что нам тоже нужно свое общество в городе, что у нас тоже есть незрячие люди. И вот появился вот этот район улица Чекура, тоже эти люди сами ходили, договаривались с городскими властями того времени, выбирали как-то место для строительства своего поселка общества слепых. Потом появился завод общества слепых. Вот так вот просто ездили по районам Латгалии различным, по каким-то властям, деревням, уговаривали людей приехать сюда, у кого проблемы со зрением. Завод уже давно не работает, но поселок, который более-менее обустроен для удобств слабовидящих и незрячих людей, продолжает жить. На сегодняшний день в общественной организации состоят чуть более 300 человек. Общество помогает с приобретением тифлотехники, а также делает жизни зрячих интереснее благодаря участию в различных проектах. Приходят люди, кто активно хочет участвовать в проектах, приходят люди иногда просто поговорить, потому что, ну, людям хочется просто иногда поговорить. Людям хочется услышать, что вот если человек, допустим, потерял зрение, он в какой-то растерянности, он, наверное, хочет прийти и услышать, что он не единственный такой. Поговорить с человеком, который тоже без зрения частично или без зрения вообще, чтобы его кто-то выслушал и кто-то понял. У меня недавно был такой случай, как я не буду называть имя, фамилию, но человек почему-то, ну, ему было очень больно. Он считал, что он единственный такой в мире, человек без зрения. И он, поговорив со мной, убедился, что он единственный такой в мире, и он мне даже сказал, о, как я вот недавно потерял, а ты же всю жизнь так живешь, и вот как-то ему даже легче стало. После потери зрения Виктория Иванова находилась в депрессии, и от уныния ее спасло именно общество слепых, организовавшее курсы по плетению из ленточной лазы. Так Виктория Иванова нашла новое увлечение, которому предано уже 18 лет. Проект шел у нас три месяца, и за эти три месяца у меня уже начало что-то получаться, и я поняла, что мне надо учиться дальше. Стараюсь вот своим примером показать другим людям, что нельзя опускать руки, и надо жить, и приспосабливаться к этой жизни новой. На празднике была организована мини-выставка работ членов общества слепых. Это изделия из лозы, картины, вышитые крестиком, поделки из бисера. Реализует себя член общества и в игре на музыкальных инструментах, в пении, сочинении и стихотворении. Поздравить общество с юбилеем пришло руководство города, представители социальной службы, предприятие «Доутком», а также Латвийского общества слепых. Особого внимания удостоилась Иванова Мария Ивановна, возглавлявшая общество на протяжении 46 лет. Сотни судеб незрячих людей прошли через ее сердце. Каждому она пыталась помочь найти себя в жизни. Сами люди очень дружны, добры между собой, потому что действительно их объединяет недостаток зрения, и внимательные друг к другу, и добры. Как отметила Мария Иванова, сейчас инвалидам по зрению сложнее. Раньше было больше возможностей трудоустроиться, оказывалась различная помощь со стороны общества. Сейчас приходится в основном рассчитывать на проекты и полагаться на себя. Расставание с обществом, которое Мария Иванова покинула летом этого года, пока дается ей тяжело. И огромная очередь, выстроившаяся к ней с цветами и поздравлениями, свидетельствует о том, что годы прошли не зря. У вас сегодня так многие люди пришли поздравить. Такое чувство, что складывается, что праздник у вас, а даже они у общества. Вы ожидали такого внимания со стороны? Вы знаете, и ожидала, и боялась признания людей за свою работу. Значит, не зря прошли эти годы. Не зря радуется душа, что такой отрезок времени проработать с инвалидами. Коллеги общественных организаций удивлялись, как вы справляетесь, как вы справляетесь. Но, однако, Бог дал силы, здоровье справилось. Ну, а сейчас пора и отдыхать. При Дагутовском обществе слепых создан коллектив с оптимистичным названием «Позитив», который порадовал зрителей своим выступлением. Люди, потерявшие зрение, стараются не унывать и найти себя в жизни, которую готовила им судьба. Мой путь, моя судьба, дорога грез, пропинка счастья. Я сам себе судья, и надо мной никто не властен. Пусть мир был так жесток, но жизнь моя была прекрасна, а дай Бог, еще плотом это был наш путь.